Привет! Это Владимир Реальная Стройка. У каждого барнхауса должна быть своя индивидуальная говнояма. И вот вам вариант говноямы из бетонных колец от короля говноям Вавана. Так, снова приехал Максим, мы ему сразу сделали западло. Выкопали первый шар, и он теперь не может достать. Он душем оттерится, но терпит. Нам же нужен был суглинок, и мы копали его. А теперь он не может нам до донышка сделать глубину. Ну, будем как по факту, получится. Но снимать еще раз, как он съезжает, я не вижу смысла. Уже съезжал тот раз. Между машинами перекур выкопали примерно 2,80. Глубже не получается. Экскаватор не достает из-за того, что здесь щебень, а здесь обваливается траншея. Пока машина уехала, скажу, что вот на такой Митсубишке ездят пацаны и возят свою технику. У них и погрузчики, и маленькие, и большие экскаваторы. Вот такая вот эвакуатор. Вот того тумазать. Лебедочка, если что. Следы от многочисленных объектов в виде глины. Такие сходни у них. Классные специалисты. Уже яма закончена, подчищает ширину. И как в отвал нам насыпят. Для того, чтобы у нас было чем засыпать вот эту трамбовку. И вот это уже. Да, сыпят. Ему приходится с каждым ковшом ездить, чтобы засыпать нам на улице. За стрелой можно держаться? Она будет бьет. Ну да. Здесь же она не прижмет руку. Да можешь быстрее, я не боюсь. Меня краном на третий этаж подают. Не, тут узко. Не, а уже барабан. Сейчас скажу тебе сколько. Вот там все хорошо, а здесь... Короче, грубо говоря, вот как оно есть, вот это лишнее. Ну, может, мы потом почистим. Хорошо. Да, так и есть. Так, спас еще одну девушку. Упала в яму. Сидела там в щели. Жалко ее. Сейчас отпущу ее в тенек. И потом она убежит. Вот видите, красотка. Видите, как прыгает красиво. Пусть живет животное. Настало время подчищать низ ямы примерно под размер. Засыпать ее щебнем. И убирать рыхлую часть глины. Ну, как всегда, по моей методике, вот этот тонкий слой, во-первых, как всегда, сыпучка всыпается в одно и то же место. Постепенно вся трава оттуда вытапкивается. И получается место, как сказать, обработанное. И сыпучка больше не смешивает землю. Второе. Сейчас нам надо подсыпать под кольца подсыпку. Вот мы и подсыпаем вот этим тонким слойом. С мусором совсем. Который вообще на халяву достается. Вот здесь мы счищаем. Артем вот здесь счищает. То есть то, что нельзя ни в кладку, ни в бетон, никуда не пойдет. Это просто мусор. И вот этим мусором на подсыпку мы используем. В качестве подсыпки это офигенный мусор. Получается типа и песка мусор, и шлака, фуслака, щебня. И получается ПГС. Песчайно-гравильная смесь. Вот показываю. Я поравнял по наитию. Ну то есть, почти не прикладывая. Один раз приложил уровень. Сейчас давайте посмотрим, как получилось. Вот, ложу просто. Видите, уклончик. Вообще уровень. Так, проверяем. И еще. Западал, падает. Уровень. Теперь поставщик колец сказал, трамбовать не надо. Не мучайтесь. Виброплиту не засовывайте. Пошлепайте вот так лопатой. И все. Так мы и сделаем. Ну и будем двумя руками. Сейчас. С монтажом колец возникла небольшая проблема. Манипуляторы есть. Маленький, средний и большой. Все приезжали к нам. Мы даже 100 рублей платили водителям за то, что надо выехать за город и посмотреть. Приехал большой манипулятор. И сказал, что он не достанет в яму кольцо через все провода, а под проводами он тоже не поместится, так как у него большой вот этот паук, который цепляет кольцо. Маленький манипулятор сможет заехать во двор, но в то же время он не может снять с себя кольцо весом полторы тонны. То есть он снять с себя может и опустить вертикально вниз. Ну то есть встать на крой ямы и опустить его не сможет, даже немножко отвести в сторону до ямы. Он никак не хватает, его мощности манипуляторной установки. Остается только средний манипулятор, который к нам и приехал. Ну все. Вчера большой манипулятор не взялся, вызвали маленький. Сейчас посмотрим, что будет. Так же не надо уже. Рулетка! Где рулетка? Вот и все. Говори у нас. Влаг. К подъему влага будь готов. Всегда готов. И все. Средний манипулятор не смог передкинуть через забор, но смог завести через ворота. Но возникла вторая проблема. Прямо возле ямы экскаватор туда, куда дотянулся, насыпал нам рыхлого грунта. И как только кольцо снималось с кузова и подъезжало к яме, манипулятор начинал крениться. Мы приносили ему еще доски и подкладывали. Он опять поднимал и опять начинал крениться. И так продолжалось, верите или нет, 40 минут. Он втопил в рыхлый грунт, я не знаю там, кучу кубов, обрезок досок и своих пятаков. И только со временем, когда все это уплотнилось, он перестал крениться. Но возникла другая проблема. Лапа манипулятора была в 40 сантиметрах от самого края ямы. И была такая опасность, что выдавит грунт из-под лапы и манипулятор туда рухнет. Поэтому он все время говорил, следите за ямой, следите за ямой. Там оно не сыпется, если стоит в воде, ничего не происходит. Ни трещины, ничего нету. Но ты сам решай. Просто сейчас же все давление сюда пойдет. Извини, что я гавкаю под руку, но может быть сейчас бы поставили это кольцо, чуть дальше переустановили, там где грудь материковая. А там же рыхлый грунт. Экскаватор накидал рыхлый грунт. Он рыхлый. И так на меня радиус, он перевернется. Храни Господь. Ну давай с Богом, давай. Мы все ушли. Нас никого тут нет. И все-таки через почти час усилий он четко установился, поднял последнее кольцо с грунта и резко за 20 минут накинул все три кольца и крышку. Кольцу. Кольца. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ну здесь никто ездить не будет Вон крышка Вон обечайка Работы идут Короче нам нужно временное крепление люка Мы замазывать его будем потом Когда полностью тут будет все благоустройство Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому берем просто соль его на пену Оба! И закрываем крышкой И все, посмотрим как это будет держаться Предварительно кирпичи мы водичкой полили Чтоб там мусора на них не было И все, сейчас придавлю Он достался тяжелым, ничем придавливать его не надо При такой температуре, которая сейчас Он падеет, минут через 15 уже сам прилипнет Все Вот и посмотрим что будет Насколько крепко это получится Засыпали Под говнояму И даже как раз осталось на подсыпку Так как это все просядет Со временем Вот здесь водосток А вот здесь мы засыпали там 3 метра земли И конечно когда водичка текла То вот так вот все просело Мы ли умные поставили блоки с двух сторон И один блок на другой прислонился аккуратно И так же самое вот здесь О! Полюбуйтесь Поэтому мы это знали И нас это даже устраивает Поэтому постепенно оно просядет И мы подсыпем Поэтому мы оставили вот там вот кучу земли Которую мы со временем просыпем Вот такая ямка получилась Вам наверное интересно Почему я присвоил себе титул Короля говноям Потому что одно из самых популярных видео На моем канале С полутора миллионами просмотров Это видео про говнояму из кирпича Я так же думаю что это самое популярное видео Про выгребные ямы Вообще на русском ютубе Так что я получаюсь король говноям Прошу вас помочь продвижению Этому видео Лайком и комментарием Так же кто смотрит без подписки Подпишитесь пожалуйста И класните колокольчик Иначе вы не узнаете В серии про затраты Во сколько мне обошлась данная говнояма Здесь плывет предыдущая стерия А здесь следующая А вот здесь вот то хайповое видео Про кирпичную говнояму Где Вован на 6 лет моложе И красивее С вами как всегда был Владимир И напомню Делай хорошо Плохо оно само получится И если серишь Смотри в одно место Желательно в ямку Желательно в ямку